Телеканал КРТ представляет Что при взятии Киева 400 тысяч погибло Сейчас уже миллион погибло И цифра будет взрастать Более того, ну уже появился же у нас претендент на киевский престол Притула Он же там рассказывает, как Ватутин превратил освободитель Киева Днепр превратил в Кландус Я вам хочу сказать, что вот просто для Притули Только не говорите, что это Притули Он все равно этого не примет Во-первых, это была даже не фронтовая операция Это была армейская так называемая операция В зоне действия определенной армии При, конечно, при взаимодействии с силами фронта Потом, чтобы понимать, фронт в момент формирования или пополнения Составлял советский фронт, вот украинские фронты во всяком случае 750 тысяч человек Всех, включая, грубо говоря, писарей Это медицинская и вот всех-всех-всех А 400, например, тысяч погибших Что такое 400 тысяч погибших? 400 тысяч погибших Это означает умножьте на 4, еще 1 к 3 раненых Миллион 600 Ну, то есть это два фронта с лишним, полным составом Которые выбыли из, так сказать, военных действий Я вважаю, все равно с этой аргументацией не буду доставить этим людям При взятии Киева, при операции, вот этой десятидневной Она считается, если не ошибаюсь, с 3 по 13 мая Вся вот эта киевская операция Погибло менее 5000 советских солдат Это вообще считается одной из образцовых операций Переброска Ватутиным, так сказать, с плацдарма на плацдарм Скрытно, так сказать, войск Это вообще, оно как бы в мировую вошло Историю, так сказать, военного искусства Но вот он превратил Днепр в кладбище Ну, правда, никого оттуда не подняли такого количества Более того, в районе Киева никто и не форсировал-то Днепр-то Ну, его, так сказать, обошли с двух сторон Более того, за сам Киев это был арьергардный бой Группировка немецкая была охвачена С двух сторон и была вынуждена отходить В Киеве были арьергардные бои То есть оставленные немецкие заслоны Пытались приостановить, чтобы вышла основная группировка Но с большими потерями, но она, так сказать, вышла Но Киев был, так сказать, освобожден В общем-то, ну, понимаете, что-то обсуждать, все известно Более того, есть документы и союзников Есть и история союзников Но можно же все придумывать Можно же просто на ходу придумывать Много раз повторить А потом ссылаться на это, как на общепризнанный факт Вы еще понимаете, там, ну, питание в том, что они просто додали два нуля Ну, так переплутали, может, випадково Вы знаете, что, ну, как это, иезуиты же говорили, что если цель спасения души То, так сказать, цель оправдывает средства Ну, вот они спасают наши души Они же за души борются, они же пытаются, так сказать, поселить добро Ох, да